Ах, чтецов, благовестников и все, кто через слоты указывает путь ко спасению души, сохранив приумножь это наше сообщество в интернете, общину крестовозбиженскую, общину свято-ампиновскую, во славе всех братьев и сестер во Христе и всех стоящих здесь, побуди на постоянную молитву, на благовестие, на проповедь Евангелия, благослови, укрепи, сохрани отца нашего духовного наставника Игнатия от хитрых козней дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него и придай ему крепости духовной и физической, избави от всякой телесной немощи, отведи от него все невзгоды и скорби, чтобы дальше он мог нести Слово Божие и быть нам живым примером апостольства служения и горящей свечой, которая стоит не под сосудом, но на подсвечнике и свете всем доме. Господи, умивчи злые сердца недругу, злодействующий, ненавидящий, буйствующего устрою по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови всех путешествующих, сохрани их в пути от всякого зла, злых дух возврати домой с миром. Господи, благослови в узах находящихся на Анафасе, и все у Дабара и других, устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благодарим Тебя за издание книг трехтомников Нового Завета и четырехтомников проповеди стихах и к истинному православию. Благослови, Господи, на издание книг проповеди во свете Святой Библии и устрой по воле Твое, как Тебе угодно. Господи, благослови болящих, немощь, да и силы перенести все страдания без ропота. И пошли исцеление батюшки Акиму, Петру, Антонию, Арсению, Людмиле, Валентине, Диоре, от Раковицы Злате и другим. Нам все это Твоя святая воля, как Тебе угодно. Боже, милостью будь негрешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без чесла я согрешил, Господи, прости меня грешному и помилуй. Воссоедини нашу молитву с молитвом всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех заповедов, Души нам молитву о них, спаси их и помилуй. И о незаповедовших нам обрати к вере, коснись их сердечник и приведи к покаянию. Господи, говори, слушай и дослышь, раб Твой, голос Твой.